Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилось две тачки в составе набора 7-ка СУ-122-44 и 8-ка Type 59 средний танк. Что касается Type, выкатим его отдельно из ангара, чутка попозже, в следующем видео обязательно покажу вам эту машину, заценим ее, посмотрим на броню. Ну а что касается этого видоса, то здесь обсудим сам набор, ну и выкатим СУ-122-44 для того, чтобы посмотреть на что она способна. Мне лично ПТ-шка очень сильно нравится, а к Type 59 я крайне, крайне спокойно отношусь, он не производит на меня абсолютно никакого впечатления, хотя многие СТ-воды любят данную машину и говорят, что одна из лучших на уровне из бюджетных СТ-шек. Что касается того, что еще положили к этим машинам, далее эмоциональный прожектор на СУ-122-44 на другую машину одеть не сможете, да и в целом я не могу сказать, что данный обвес на меня производит впечатление. Если спереди еще хоть как-то, то когда играешь ты, видишь вот такой вот маленький экранчик, на котором практически ничего не понятно, ну и в целом не производит абсолютно никакого впечатления. Поэтому в отношении эмоционального прожектора для меня лично, ребят, что есть, что нет от эмоционального прожектора в комплекте, что холодно, что жарко. Что касается легендарных или нелегендарных внешних видов, на СУ-122-44 дали обычный внешний вид, радиоактивный дождь, который можно встретить на любой другой машине и его можно порой достать из каких-нибудь контейнеров, в каких-то ивентах и так далее. Что касается вот этого внешнего вида, то камуфляж Дин предназначен был изначально для Тайпа 59-го и в этом легендарном внешнем виде машина действительно круто смотрится, цепляться не буду, строго и со стилем. Поэтому в отношении легендарных или нелегендарных внешних видов, ребята-разработчики, не имея легендарного внешнего вида на СУ-122-44, соответственно, положили плюс-минус более приемлемо. Ну, смотрится действительно неплохо, я не считаю, что лучше, чем что-то другое, но, по крайней мере, и не хуже, чем могло бы быть. Что касается иксов, то здесь по 20 штук на каждую из машин, и это позволит вам существенно прокачать ваш элитный опыт экипажа, как на сушке, так и, в принципе, на Тайпе. Довольно неплохо можно реализовывать, ну и, соответственно, таким образом элитный опыт экипажа поднимать. Аватар заценивать не буду, не любитель аватарова, вот что касается открытого оборудования, то здесь можно сэкономить порядка 3,5 миллионов серебра, 2 миллиона на восьмерку, и полтора ляма, соответственно, уйдет приблизительно на сушку, если открывать самостоятельно. Ну и, в принципе, как обычно, два места в ангаре, потому что без них вы просто эти машины себе водрузить в ангар не сможете. Что касается покупки по отдельности, Тайп 59, 5,5 тысяч, по моему скромному мнению, не стоит, но объективно его цена где-то в районе 5 тысяч, поэтому в целом переплачиваете не так уж и много. Хотя на аукционе, допустим, машина не пользовалась популярностью, и не хотели особо данную тачку себе приобретать, когда на аукционе данная машина выходила, и ценник спускался существенно ниже 5 тысяч. Что касается СУ-122-44, то в полностью голом состоянии объективная цена на сегодняшний день данной машины где-то 3,5 тысячи. Ну, по чесноку, знаете, так, положив руку на сердце, как говорится. Поэтому 4,5, безусловно, довольно-таки дорого. И покупать себе данную машину в голом состоянии за 4,5, я считаю, ну, скажем так, перебор. Хотя сама ПТХ довольно-таки неплохая. Мне очень нравится, в свое время Кута мне помогала в прохождении всякого рода ивентов, в которых необходимо было накидывать максимум урона. Обладает довольно неплохим орудием, мне лично нравится играть на данной тачке, ПТшить где-нибудь издалека, приятное время сведения в 3,8 секунды, разброс вполне себе нормальный. Что касается ДПМа, то 2732, я считаю, что для семерки это вполне нормальная цифра в виде урона за минуту. Что касается времени перезарядки, к нему просто необходимо привыкнуть. 8,8, когда к нему привыкаешь, то не ощущаешь, что ты перезаряжаешься немножко дольше, чем другие машины на седьмом уровне, с которыми ты сталкиваешься. Что касается бронепробития. 195 мм против семерок мне лично достаточно, против восьмерок, безусловно, сложновато. Но не только из-за того, что у тебя пробитие низкое, а еще из-за того, что ты для восьмерок вполне себе картонная машина. Средний уровень урона по выстрелу базовым снарядам составляет 400 единиц. Один из лучших показателей на уровне. Есть, конечно, ребята, которые накидывают и больше за выстрел, но это совсем другая история. А вот угол склонения орудия вниз минус 4. И он действительно играется очень сложно. И на ПТхе играть где-то на неровностях, но я бы сказал, не очень приятно. А вот на прямых картах, на дальних расстояниях, где-нибудь на железной дороге, очень даже неплохо отыгрывается. Мне еще нравится данная ПТхе тем, что она не является полностью картонной. То есть здесь нет, безусловно, какой-то имбо-брони. Красного цвета вы здесь в силуэте не найдете. Но, как вы видите, передняя часть, она одинаково забронирована по толщине бронелистов. Нижний бронелист, верхний бронелист, который, в принципе, является передней частью всего корпуса и имеет приведенку, там, начиная от 160 и заканчивая 180 мм, что, в принципе, против Семерок довольно часто помогает получать непробитием. Что касается бортов, фугас сюда засунуть сложно, потому что 89, 88, с учетом приведенки, помогают сдерживать фугасные снаряды. По корме, я думаю, в принципе, и так понятно. Мало у нас машин в игре, которые в корме имеют плюс-минус нормальную броню. Поэтому, в целом, я считаю, что данная Семерка, как для ПТшки, с довольно уронным орудием и приятным временем перезарядки, вполне себе неплохо забронирована. Ну что, берем сушечку и поехали в первый попавшийся бой, только убедимся, что мы не в режим попадем, для того, чтобы заценить ее, на что она реально способна. Ну что, друзья, давайте будем начинать. Начнем мы, как обычно, с подвижности. Подвижность, в принципе, довольно-таки неплохая, очень маневренная ПТха, как для ПТшки, у которой нет рубки. В целом, доворачивать корпусом не так уж и сложно. С картой не сильно повезло, много неровностей. Ну и, соответственно, дополнительной ложкой дегтя здесь является то, что мы зашли в бой против Восьмерок. Против Семерок, понятное дело, сражаться было бы гораздо проще. Сейчас попытаемся занять какую-нибудь такую позицию, в которой будем максимально полезны. Ну и, соответственно, попытаемся немножко ППТшить. Что касается времени сведения, точности, как видите, даже без полного сведения я сейчас вполне себе нормально накидываю. Что касается угла склонения орудия вниз, пришлось поехать вперед, для того, чтобы можно было выцелить вот этого товарища и отправить его отдыхать. На этом, в принципе, парниша. Ну а может быть и девчонка, кто его знает, кто там за штурвалом судит. Вот, в принципе, поиграл и отправился отдыхать. Вообще, мне эта ПТшка очень нравится. Если бы ей добавить все-таки угла склонения орудия вниз, то была бы прям вообще имба-имбовая. Ну а так приходится помнить о том, что необходимо куда-то доподниматься. Как видите, время сведения вполне себе бодрое и приятное. Сейчас подождем Т25-го. Психанет нет. И дальше будем думать, что делать. Так, разбирают нашего Скорпиона Джи. Надеюсь, он там тычку еще какую-то успеет дать. Ну и вот теперь, ребят, Папандос. Папандос заключается в том, что три тяжа, которых некому сдерживать. Наши тяжи почему-то пасутся возле точки С. Хотя, в принципе, по карте видно, что можно было бы продвигаться немножко вперед. Ну, давай еще назад чутка. Есть еще один фраг на нашем щиту. И, в принципе, как вы видите, я уже практически перезарядился. Могу успеть дать еще одну тычку. Не понял. Вот совсем не понял, куда сейчас снаряд пошел. Подключаю адреналин. Немножко придется потратиться. Голдовый снаряд мне в помощь. Ну и, соответственно, попытаюсь не дать меня закрутить. В целом, на данной ПТ-хе не дать себя закрутить не такая уж и большая сложность. Как я говорил, машина очень поворотливая. Ну и, соответственно, это довольно-таки круто способствует в бою вот в таких вот игровых ситуациях. Так, базовые снаряды. Ну и давайте попытаемся еще кого-нибудь порасстреливать. Не уверен в том, что доживу до конца боя. Хотя хотелось бы, безусловно, для того, чтобы дать максимальные результаты. Даже без полного сведения, повторюсь, довольно-таки точно летит снаряд. Это тоже очень приятно. И вот в таких игровых ситуациях, я бы сказал, с приятной частотой это помогает накидывать урона по соперникам, которые пытаются куда-то отвалить, куда-нибудь убежать. Ну а вот работа брони. Как вы видите, несмотря на то, что брони как таковой у ПТшки быть не должно, и она не сильно круто забронирована по факту, в данной игровой ситуации у меня получилось получить непробитие. Так. Ну вот сейчас подождем. Я думаю, что Лекан, в принципе, должен будет вперед поехать. Не хочу ехать на передовую, для того, чтобы просто не сливаться. Прямо сразу. Трое на двое. Шансы, в принципе, есть. Особенно радует то, что у нас, у нашего морковчика, довольно-таки неплохой запас прочности остался. Но я на один зум любому из соперников, которые остались в бою, и, соответственно, не хочется лишний раз рисковать. Так, смотрим. Лекан. Жаль. Жаль, что меня добрали, ребят. Хотелось бы, конечно, еще ИСа третьего отправить в ангар, но в любом случае, 4 фрага на счету у меня есть. Я не могу сказать, что для меня этот бой был каким-то прям совсем сложным. И невыносимо тяжелым в отношении отыгрывания. Но все это благодаря тому, что на данной машине я отыграл достаточное количество боев, для того, чтобы понимать, когда конкретно заканчивается мой угол склонения орудия вниз. Ну и в целом, моя уверенность в том, что я в любой момент могу довернуть ПТХу, развернуться на 90 градусов, ну и, соответственно, откидывать по сопернику, который заехал ко мне с борта, либо с кормы. Плюс к тому, не дать себя закручивать. 4 тысячи единиц урона, 4 соперника в ангаре, знак классности мастер. Все это мне приносит довольно неплохой результат по фарму серебра. Стоит отметить, что у меня активирован прем-аккаунт, именно поэтому 156 с половиной тысяч. Ну а если бы не было, то было бы 122 с половиной тысячи. Согласитесь, довольно неплохо за абсолютно неподный и несложный бой, от которого я получил истинное удовлетворение. Что касается моего результата в команде, то, как вы видите, я занимаю крутое лидирующее место и с существенным, в край существенным отрывом от своих союзников. Что касается соперников, обязательно потрачу время. Уж простите, что одновременно трачу ваше время на это, но считаю, что похвалить достойного соперника, это в первую очередь уважать себя, нежели уважать даже самого человека, которого ты хвалишь. Что могу от себя сказать по поводу СУ-122-44? Я не могу сказать, что это прям имба-имбовая, но в чем-то она действительно имбует. И для ПТ-водов эта тачка не то, чтобы будет прям каким-то открытием, она не принесет какого-то нового геймплея, но то, что ПТ-воды будут довольны этой машиной, если ее приобретут, это точно. Я бы рекомендовал эту машину к приобретению. Повторюсь, рекомендую к приобретению саму СУ-122-44. Но не говорю о том, что рекомендую приобретать ее за 4,5 тысячи золотом. Здесь уже определяйтесь самостоятельно, готовы вы такие деньги за нее отдавать или нет. Я в свое время купил ее гораздо дороже и до сих пор не жалею о том, что когда-то, несколько лет назад, потратил на нее существенно большую сумму по золоту. Она меня довольно часто выручала, и я, я бы сказал, с довольно-таки приемливой чистотой, и на ней играю чисто ради фана, чисто ради удовлетворения. Чего, в принципе, и вам желаю. Я побежал снимать следующее видео по поводу Тайпа. Ну а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал прямо сейчас и ставьте палец на колокольчик. А еще лайкните мои старания. Я стараюсь ради вас и искренне желаю вам мира, друзья мои. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.